Привет-привет! Добро пожаловать в мое новое парфюмерно-флаконовое видео. Я долго готовилась к нему, откладывала на потом. Просто вот хотелось поискать вдохновение. И не зря я откладывала. Дело в том, что за это недолгое время у меня появилось несколько новых флаконов от легендарного дизайнера парфюмерных флаконов Пьера Динана. Кто-то говорит Пьер Динан, кто-то Пьер Динан. Я буду говорить Пьер Динан, хотя мне привычнее Пьер Динан. И я вот очень хотела еще снять видео, когда ему было 92 года. Теперь ему уже, представляете, 93 года. И вот я не люблю навязывать свое мнение, но я считаю, что любой парфюмерно-флакон должен знать дизайнеров флаконов. Не только потому, что это как-то вот нужно для видео, может быть. Нет. Здесь дело в том, что в каждом флаконе есть интеллект. И в каждом флаконе, который создал именно Пьер Динан, просто невероятный интеллект. Ну и давайте же перейдем к подробностям. Сначала я немножечко расскажу о жизни этого архитектора парфюмерных флаконов. Также расскажу о легендарном, одном из знаменитых его флаконов. Флакон, благодаря которому он прославился. Также расскажу, хочу поделиться флаконами, история которых очень интересная. Ну, просто вот сразу хочется взять и купить все эти флаконы. В моей коллекции пять флаконов от Пьера Динана. И я, естественно, хочу пополнять коллекцию не только из-за бренда, а именно из-за флакона. Но тут взаимосвязь, тесная духовная взаимосвязь. Ну и давайте же перейдем к его биографии. Если вот читать о его биографии, основные такие вот вехи, то что он прославился тем, что работал над шестью такими ароматами для брендов. И Диор, и Сен-Лоран, и Азара, Пакарабан, Клоранс. И биография Пьера Динана такова, что это французский дизайнер, который он наиболее известен именно как дизайнер-создатель флаконов. Или вот мне нравится слово архитектор парфюмерных флаконов и упаковки для парфюмерных продуктов. Тут тоже имеет значение, то есть даже он работал над коробочкой, в которую этот флакон кладут. Это очень важно. В юности Динан планировал изучать скульптуру, однако образование получить не успело в начале 1950-х годов. Кстати, его дата рождения – 1931 год, представляете? И он до сих пор жив, до сих пор творит. Так вернемся к 1950-м годам. Он был отправлен в военную службу и путешествуя по Азии, оказался в Камбодже. Там ему удалось, представляете, поступить в школу искусств. И вскоре он начал работать с командой археологов. Я в детстве хотела быть археологами, поэтому вот эта вот часть его биографии меня очень увлекает. И параллельно, когда он работал с археологами, он изучал архитектуру и скульптуру. То есть он прикасался к этим вот всем шедеврам и вдохновлялся, непосредственно общался, даже так скажу, с архитектурой и скульптурой. После возвращения из армии он устроился, кто бы мог подумать, в химическую компанию, где создал свой первый дизайн упаковки. А так, ему не понравился внешний вид продукта, который планировали выпускать на рынок. И он предложил свой эскиз, его приняли этот эскиз. И это открыло дорогу Пьеру Динану в мир дизайна и рекламы. Также следует отметить его дружбу с Элеон Рошани. Просто так вот здесь вот у меня стоит этот флакон. Вот я его приобрела ради вот этой вот истории. Буду держать в ручках. Я не раз говорила об этом аромате. Так вот, благодаря дружбе с Элен Роша он познакомился с Сальвадором Дали и Эвсен Лораном. И свой первый заказ выполнил в 1959 году. Им стал флакон для мадам Роша. Вот он. Ну, у меня новодел. К сожалению, на винтаж еще не растратилась. И вот после этого дизайнеры узнали в модной индустрии. Вскоре он даже открыл свое ателье. Среди его клиентов были и Пьер Баумен, и Кристиан Диор, и Пьер Карден, и многие другие такие ключевые кутюрье того времени. Интересное такое время. Также вот этот вот первый флакон мадам Роша, вот первый именно, у меня новодел, он вдохновился коллекцией именно старинных парфюмерных сосудов. Что же он там с археологами нашел, что так вдохновился? Мне даже интересно. Адаптировав вот эту вот восьмигранную бутылочку для массового производства, предложил пробку из пластика и металла. Вот такая у меня. И это был первый флакон именно с завинчивающейся крышкой. Его после создания этого флакона просто завалили заказами. До него господствовало в основном стекло. А здесь и пластик, и металл, то есть все. Но вообще вот до сих пор это недорогой аромат, но вот ради вот этого флакона. Это украшение для любого туалетного столика вообще. Радость жизни такая вот. Я о нем поподробнее расскажу. И одна из самых известных работ автора, это, конечно же, знаменитый флакон опиума. Опиума у меня нет, он был у моей мамы именно вот в первородном виде. То есть этот аромат был выпущен домом в Сен-Лоран в 1977 году. Эта легенда была выпущена. И, как гласит история, мне эта история безумно нравится. Однажды Сен-Лоран сообщил дизайнеру, что хочет создать восточный аромат. На это Динан задал модельеру вопрос, что лично для него значит восток. И Сен-Лоран ответил, что это фейерверки, подобные тем, которые ты видишь, когда закрываешь сильно глаза. Например, если сильно надавить даже ладонью на глаза, если быть более подробной. Динан, он попробовал надавить ладонью на глаза и увидел, какие же цвета он увидел. Увидел красно-золотые и фиолетовые вспышки. И так родился цвет легендарного флакона, который, я думаю, многие знают или видели в своей форме. Этот флакон – это отсылка к Клин-Ро-коробке, в которой самураи носили пряности, соль и лекарства. Ну, может быть, еще что-то. Вообще, за свою жизнь Динан стал автором более тысячи флаконов, многие из которых по сиденьям можно найти в массовой продаже. Среди самых известных – это, конечно, Усаваж Диор, тоже интересная история, расскажу. Азара Пурхоума, Азара Каландар Пакарабан, Опиума, Ривгоши, Сен-Лоран, Апсэшн, Этернити, Кельвин Кляйн. Я немножечко подсматриваю, потому что хочу предоставить всю информацию. Ну, просто это сверхинтересно, сверхувлекательно. И заманчиво, и просто вот ручки таки чешутся, купить эти флаконы-легенды. Теперь хочу сказать несколько слов о его портфолио. А именно не несколько слов, а это шесть ароматов. И первый, конечно же, который представляет Пьера Динана, про тот, который я говорила, – это Опиума Селоран, аромат 1977 года, духи-экстракт. И, конечно же, так жалко, что моя мама выбросила именно вот этот флакон, просто незабываемая, сама реклама вокруг него. Ну, конечно же, этот аромат находится в списке моих парфюмерных желаний. Также хочу отметить аромат Ривгош от Эв Сен-Лоран, аромат 1971 года. Я бы на него не обратила внимания, если бы не увлеклась личностью Пьера Динана. Здесь каждый флакон, он феноменальный. Что касается этого аромата, здесь туалетная вода, и здесь сочетание нескольких оттенков – голубой, черный, белый. Флакон запоминающийся, причем полностью алюминиевый. Флакон, конечно, это, на мой взгляд, была революция. И удивительно, что я даже увидела, смотрела, есть канал у девушки, блогер. У нее мало подписчиков, но у нее интересное такое видение. Она покупает в основном такие интересные ароматы. И я вот из ее уст даже услышала про вот этот вот Ривгош. И я была удивлена, что такая молодая девушка, и вот она интересуется так глубоко. Но этот аромат как-то вот он в моем окружении не был нашумевшим. Как-то я на него не обращала внимания. Это легенда. Звучит он как вот ледяные розы на воде. Это аромат, может быть, даже льдистых нарциссов по влажному муху. Там очень приятный сандал в базе. К сожалению, у меня этого легендарного флакона нет. Но флаконы Турсарди, вот эти цилиндры полосатые, они напоминают этот флакон. Вообще, что же такое вот этот Ривгош? Это район именно в Париже, достаточно богемный. Аромату с таким названием вроде бы нужно было бы пахнуть не ледяными нарциссами, розами, а круассанами, там кофе, помада. А тут вдруг такая, а-ля даже называют этот аромат иногда так дерзко, мужская шампунька от перхоти. Ну кому-то так, на вкус и цвет. И я вот также ассоциирую этот аромат, может быть, с молодыми блондинами. Аромат скорее, да, для молодого мужчины, блондина, или тот, кто чувствует себя молодым, а мы чувствуем себя молодыми. Но этот мужчина молодой, но уже не студент. И под белый воротничок как раз подойдет. То есть аромат просто невероятный. У него невероятная такая вот реклама. Отсылка к тому времени винтажная. И даже вот в синих тонах вот эта вот сама реклама. Следующий аромат, который тоже является и входит в портфолио Пьера Динана, это, конечно же, Арзара Пурхо, аромат 1978 года. Это туалетная вода. Флакона у меня нет, к сожалению. Такое вот крышечко черное, желтое стекло. Напоминает стекло, вот цвет стекла для бутылок пива. Это был первый флакон, который создан был из цветного бутылочного стекла. Тоже революция. Так же, как и вот этот флакон, так и Азара. Бутылки из-под пива делают как раз из такого же стекла. Далее, Диор у Саваш 1966 года. Также много, кто интересуется мужской парфюмерией, я думаю, что знают этот аромат, эта легенда, туалетная вода, флакон чего стоит. И здесь вот лично для меня угадывается стилистика. Некоторые флаконы у него вот в такой вот стилистике. Сделать дизайн коробки, который навеян именно лакированной древесиной в Роллс-Ройсе. Вот у него была такая задача, это было очень сложно договориться. И обивка должна была быть у коробки ореховая. И еще, здесь не только в упаковке речь. И главный цимус. Здесь еще и изначально аромат должен был называться не вот этот У Саваш, а Фавари. Но когда Марии Кристин Дэвид Генштейн, мать Фредерика Малля, увидела рекламу Рене Грюо, кто смотрел мои ролики о винтажных ароматах, знают, Рене Грюо это легенда в мире плакатов, вот этой рекламы. И когда вот эта мать Фредерика Малля увидела рекламу с мужскими волосатыми ногами, я постараюсь найти все эти феноменальные плакаты, она сразу же заявила, да это же настоящий дикарь, я вот представляю. И так аромат приобрел название У Саваш. Кто бы мог подумать? То есть я бы никогда бы не обратила внимания, но, конечно же, в коллекцию я бы хотела иметь этот аромат, я не подразделяю парфюмерию по гендерному признаку. Но тут даже вложено, действительно, аромат с IQ, то есть флакон полностью с ног до головы наполненный IQ. Следующий флакон это Клоранс Динами Санта, извините за мое произношение, я учила английский, и я за простоту. Лучше быть попроще. Причем этот аромат 1987 года, это скорее такая ароматная дымка, никогда бы не обратила внимания, но этот флакон, он сделан из красного стекла, изначально окрашивался в толще солями тяжелых металлов, и ныне его покрывают красным лаком снаружи. Вот такой вот интересный аромат, тоже вот ради того, что вот такие интересные даже вложены производственные мощности в создание флакона. Вот что не флакон, то легенда. Далее это вообще, это уже просто секс в Роллс-Ройсе, Каландер, Пакарабан, аромат 1969 года, вот аромат шестой, который представляет портфолио Пьера Динана. Причем это туалетная вода, флакон в виде решетки радиатора, в названии даже это звучит. Вроде бы ничего особенного, но что же в нем такого? Гальванизация пластика металла по флаконе, впервые стекло обрамлено металлом, на самом деле это пластиковая решетка, покрыта тонким слоем металла, гальвана, пластика. Он, кстати, возражал, он хотел, чтобы все такое было... Ну, дело в том, что в маленькой машине неудобно заниматься сексом, поэтому был предложен такой вариант. Пакарабан хотел, чтобы аромат напоминал именно секс в машине Роллс-Ройс. И вот именно вот такое оформление, оно подходило для этого. Вот так вот. Вообще. Люблю такие тонкости эротические. А теперь флаконы, которые меня вот заинтересовали, лично меня, я бы их тоже отнесла к вот этим вот шести столпам парфюмерного искусства создания флаконов. Это, конечно же, флакон Obsession Calvin Klein. Многие ругают этот флакон, но благодаря этому флакону этот аромат узнаваем. Здесь тоже заманчивая история. Это был заказ к Пьеру Динану, причем это он сам говорит. Я вот зачитываю его слова. Ко мне обратился неизвестный для меня американский дизайнер. Попросил разработать флакон для своего первого аромата. И в качестве оплаты он предложил половину суммы выплатить акциями своего предприятия. Я отказался. Троеточие. Черт. Через год весь мир знал про Calvin Klein и его аромат. Его акции стоили через год в десятки раз больше. Вот так я пришла к мысли, что мне надо мыслить больше, чем только лишь в дизайне. Вот такая вот история. Я вообще вслепую готова купить Obsession, потому что это аромат легенда. Это просто что-то невероятное. История флакона создания и, конечно же, наполнения. Наверное, его, может быть, даже скоро снимут. Надо торопиться. Далее это, конечно же, аромат для невесты. Calvin Klein. Это Eternity Calvin Klein. И я вот именно хочу этот аромат. Насколько я знаю, что парфюмер Софи Гроссман, а это моя землячка, я бы хотела этот аромат иметь в своей коллекции. Calvin Klein был влюблен в свою ассистентку Kelly. Аромат, именно флакон, он визуально напоминает крест. Никогда бы не подумала, так все завуалировано. И, к сожалению, этот флакон, крест, не помог продолжению союза. Они развелись с этой ассистенткой. Далее это Fendi Fendi или Fendi de Fendi. Это был самый сложный его заказ в карьере. Его работу принимали пять сестер. Fendi и сам Карл Лагерфельд. И было 200 вариантов дизайна. Вот это вот да. Вставляется, сколько было размышлений, споров и так далее. И последнее – это уже современность. То есть не последнее, а предпоследнее. Наверное, все, кто увлекается парфюмерией, а именно нишей, знают легендарные флаконы от бренда Wilhelm Parfumerie. И кто бы мог подумать, что этот флакон визуально напоминает шайбу. Да, чертеж флакона для американского бренда Wilhelm Parfumerie выполнил Пьер Динан. Ему понравилось работать, кстати, с Яном Вильгельмом Амкстремом, основателем вот этого американского бренда Wilhelm Parfumerie. И узнав о страсти Яна к хоккею на льду, Пьер Динан создал флакон в форме шайбы, декорировав его волнами, представляющие собой движение и скорость. Флакон венчает оранжево-желтая бакелитовая крышка с удивительно мягкой поверхностью, которая поднимается с приятным звуком, характерным при открывании роскошного автомобиля. Тут сразу на ум приходит мне палетка от Тома Форда, которая также звука раздается, когда ее закрываешь, как дверца Роллс-Ройса. Здесь звук. Я, кстати, пришла в Золотое яблоко, и когда тестировала ароматы Wilhelm Parfumerie бренда, я хотела прочувствовать полностью от и до этот звук при открывании роскошного автомобиля. Это, конечно, что-то. То есть вы представляете человеку 93 года на данный момент, и он вот до сих пор работает, до сих пор творит. Также хочу отметить флаконы сердца. Тоже многие их не любят, говорят, что они ужасные, как, например, девочки, девочки Маскина. Я их подробно все покажу, что мне в них нравится, и почему они не уродливые, а наоборот, они флаконы с интеллектом. Так вот, есть бренд Map of the Heart, и там флаконы в виде сердец. Феноменально. Вот такие вот интересные подробности. Я отнеслась к этому ролику, видео или репортажу, говорите, как хотите, с душой, с сердцем. Просто я раньше была нишевым человеком, интересовалась нишей, но потом поняла, что уже все создано, и когда начинаешь изучать глубже историю вот старых флаконов, то удивляешься, насколько все глубоко, насколько все прочувствовано, сколько работы вложено в каждый флакон, не только в аромат. Сейчас я покажу в подробностях свои пять флаконов от Пьера Динана. Конечно, я хочу пополнять свою коллекцию далее. Хочу быть обладательницей вот этой шайбы. Там и мини-флаконы, кстати, есть у Вильгерем Парфюмери, но мне хочется именно эту шайбу, потому что именно в шайбе интеллект. Также хочу сердце, аромат с перцем и молоком, насколько я знаю, там есть аромат. В планах купить Obsession. Я хотела к этому видео купить Obsession и вот этот крест, аромат для невест, как я его назвала. Но на данный момент у меня пять флаконов, флаконов открытий. Тоже советую вам продолжить просмотр, мне будет очень приятно, и поделитесь вашим мнением. То есть какие у вас флаконы от этого дизайнера Пьера Динана, от архитектора парфюмерных флаконов, от этого гения, который, представляете, до сих пор жив. Ура! И вот она, моя коллекция флаконов от Пьера Динана. Как же я люблю их. И эти флаконы появились у меня за последний год. Сейчас по очереди расскажу про каждый, потому что в каждом флаконе и в каждом аромате есть интеллект. Итак, туалетная вода Мадам Раша Раша. Сразу скажу, что это аромат в духе классической парфюмерии. Это аромат восковых свечей, цветов и солнечного воскресного дня в церкви. Восковость в звучании обожаю. Аромат покупала вслепую ради флакона, так и скажу, потому что с этим флаконом связано многое. Этот флакон в первую очередь ассоциируется у меня с Пьером Динаном. Он элегантный. Вот, посмотрите на него со всех сторон. Пьер Динан, кстати, вдохновился коллекцией старинных парфюмерных флаконов, сосудов. Флаконов адаптировал восьмигранную бутылочку для массового производства. Вот она, восьмигранная. Можете обратить внимание, если снять колпачок. Очень элегантная. Кстати, у него несколько флаконов вот с такими гранями. Также, в чем феноменальность? То, что он предложил пробку из пластика и металла. Это был первый флакон с завинчивающейся крышкой. После вот этого флакона Пьер Динана завалили заказами. До него господствовало стекло. Что касается структурности этого аромата, кстати, обратите внимание на крышечку тоже. Просто шедевральная. Очень приятно держать. И вот так вот ставить вот этот звук стекла. Это просто что-то. Даже на ручку хочу нанести. Вот так вот распылю. Ну, вот это вот открытие. То есть структура этого аромата вот за что я его люблю это за восковость. Она здесь жирненькая, бархатистая. Такая поверхность свечи. С другой стороны пушистость цветов. Пыльцы желтых цветов и жидкость желтая. Он теплый, окутывающий, бархатисто обволакивающий аромат. Немного так вот рассыпается. Конечно же, здесь в пирамиде есть альдегиды, которые придают свежесть легкому телу. Но это не такое вот тело очень сильно вымытое, а как будто принимаешь душ с цветочным мылом. То есть свежесть и цветочность вместе в этой композиции. И этот аромат ни в коем случае не махровая, ретро, хотя я хорошо отношусь к махровому ретро. А это то, что вот можно носить сейчас. Даже я бы причислила такая вот ниша даже. Так бы даже назвала. Очень красивые плакаты, посвященные этому аромату. Что касается даты создания, выпущен в 1960 году аромат. Группа цветочная, альдегидный парфюмер Гай Роберт. Очень здесь богатая пирамида, то есть верхние ноты это альдегиды, гиацин, зеленые ноты нироли, жимолость, бергамот, цветок апельсина, лимон, средние ноты ирис, нарцисс, корень ириса, болгарская роза, ланки-ланк, ландыш, фиалка, жасмин и даже тубероза. И базовые ноты дубовый мох, сандал, ветивер, мускус, кедр, амбра, бобы тонка. Вот как тогда было принято. Люблю этот аромат, его, насколько я знаю, можно купить. Аромату уже много лет. Кстати, многие здесь чувствуют сухой колючий ладан, много дубового мха, жирной альдегиды, цветы, сухосветы, срезанные цветы, которые стоят в вазе неделю-другую. Я вот этих нюансов здесь не чувствую, здесь все так филигранно. Мне очень понравился, ДНК этого бренда, вот именно новодела. И ценю его, то есть он очень красив и своим альдегидным аккордом в начале, потом открывается таким нежным, классическим, послевкусием чистой дамы, то есть сила на старте, крепленное вино многолетней выдержки. Очень, очень. Переходим к следующему флакону. Эта девчонка даже не помещается в кадр, пришлось повыше камеру выстраивать. Вот такая вот девчонка, кстати, в студенчестве мне дарил папа. Вот этот вот аромат лавка в народе, чип-эн-чи коллекция Маскина. Честно, он на меня, этот именно аромат, не произвел впечатлений. Ну, как может не произвести впечатление флакон? Флакон феноменальный, то есть он посвящен девушке, легендарного героя комиксов Капитана Папайя. Ее звали Олифл Ойл. Она с такой гулькой ходила, поэтому у этого флакончика вот такая вот крышечка. Также обратите внимание, что здесь вот сердечко, сердечко, это просто что-то. И юбочка, юбочка, Ксюша, Ксюша, юбочка из Плюша. Ну, вот запоминающийся флакон, все девочки, вот эти Маскина, это идея феноменального интеллекта Пьера Динана. Что касается аромата, то аромат это скорее всего такой собирательный акварельный образ цитрусов. Также в жару он, если ему перебрызгаться, он может звучать как лимонный чай с сахаром плюс кедровые орешки. Несмотря на его вот кажущуюся простоту, здесь довольно-таки такая интересная пирамида, то есть верхние ноты грейпфрут, апельсин, лимон и красная смородина. Но скорее всего здесь желе красной смородины я ощущаю. Также в средних нотах сахарный тростник, камыш, ландыш, чайная роза и корица. Представляете, какая пирамида? И базовые ноты мускус, кедр, древесина, танака, а не просто древесина, парфюмер, тарарарам, Оливер Кресп выпущен в 2004 году. Конечно же, этот аромат многие знают, у многих он есть в коллекции. Кто-то сравнивает с Light Blue и даже говоря, что это Light Blue на стероидах, я не согласна, это другой аромат. Здесь я чувствую яркие цитрусы и какой-то прохладный воздух во флаконе, может быть, защитноты камыша на сибирь, аромат и в жару, и в холод. Цитрусы становятся звенящими. Также это скорее подслащенный вариант Light Blue от Dolce & Gabbana. Ну, главное его достоинство это то, что здесь вот сладкие мандарины, цитрусы, можно сочетать этот аромат легко с какими-то гурманско-восточными ароматами, с лотами корицы, гвоздики. То есть получается тогда идеальный такой аромат, парфюм на круглый год. Он не скатывается в дешевую базу, а просто так вот угасает. Идеальный аромат чистоты и свежести, искристый, звонкий, сочный. Более сочный это вот эта вот малютка для меня лично. Она какая-то более концентрированная, на мой взгляд. Тоже флакон, как я понимаю, с Озен Пьером Динаном тоже. Видите, здесь гулечка Olive Oil и вот он именно такой вот здесь более цитрусы подслащенные. Когда вот этот вот такой разбавленный лимонный чай, здесь они такие подслащенные, звонкие, сочные, одновременно кислые. Насколько я знаю, эти ароматы снимают с производства, поэтому я поторопилась купить. Но все снимали, снимали, да все не сняли. Продажи появляются очень часто. Эти девочки Moschino даже вот в золотом яблоке видела. Что же здесь дает камыш? Камыш дает акватичность. У меня ощущение от него как в 18 лет, так и в 39 не поменялись. Я очень рада, что купила вот эту миниатюрку, потому что вот именно миниатюрка, звучание аромата в миниатюрке мне больше нравится. Ну и, конечно же, вот эти флаконы, ради чего все все затеяно, это роскошь. Роскошь, то есть и вот эта вот крышка, ее многие называют пустышкой, и, ну, это гулька, сердечко вот это вот, на которое я не обращала внимания, и вот это вот донышко, юбочка. Еще отличительный признак у этого аромата, здесь вот скорее цедра, цедра грекпфрута чувствуется, а здесь уже плюс побольше вот этих вот цитрусов. Переходим к следующей девочке, это открытие года, как вы поняли, то же самое, гулька олив ойл, вот это вот сердце, и вот этот флакон, он тоже запоминается именно не только из-за вот этой вот скульптуры флакона, но из-за вот этих вот облачков, очень все передано хорошо, и звучание, то есть этот аромат из линейки чип-н-чик, но он такой, знаете, беломускусный аромат, вот как флакон, так вот и аромат, запах белой бумаги, картона, сбрызнутый горьковатым сиреневым цветочным парфюмом, очень свежный, наркотический, с ним можно уйти в запой, такая вот свежая бумажная цветочная красота, что же здесь за пирамида, тоже создатель, парфюмер Оливер Кресп, и верхние ноты цвет персика, цикламин, зеленые листья, средние ноты лотос, жасмин и розы, и базовые ноты мускус, ваниль, амбрета, сандал, амбра, кедр и даже пачули. Но этот аромат я бы не раскладывала на ноты, такая вот именно цветочная красота, он не стойкий, этот аромат, это туалетная вода, и универсальный одновременно, то есть на любую погоду, он скорее такой вот, как рисунок, вот этот принт, воздушный, урбанистический, такой цветочный лук, возле промышленной фабрики, облака в голубом небе, аромат природы и одновременно технологического процесса, прогресса, слияния натурального с искусственным, запах футуристического рая, также здесь можно, если перебрызгаться, почувствовать запах качественной детской игрушки, фруктовый пластик, то ли грушевое пюре, то ли детская присыпка, ну просто аромат удивительной чистоты порошка, кондиционера, свежего вымытого тела, с дорогим пахучим мылом, аромат озоновой свежести, удивительно, что уже тогда вот были такие феноменальные ароматы чистоты, то есть дата создания 2009 год, сам бренд Moschino существует с 1987 года, и вот эти вот девочки, это какая-то прелесть, их приятно держать в ручках, и вот зная историю этого флакона, я ни в коем случае не скажу, что эти флаконы некрасивые, для меня они красивые, с ног до головы, следующие два флакона я купила в последнюю очередь, я не знала, что Пьер Динан создал именно их, и я так рада, что именно Марусю создал Пьер Динан, я Марусю сразу купила, и ради легенд, которые ходят вокруг нее, и ради вот этого стекла красивого, флакон иногда идет с золотым ободком, это значит производство Россия, а иногда вот с таким красным, мне попался такой ободок, то есть это производство Франция, и вот такой феноменальный флакон, напоминает рубиновое стекло, вот у меня есть кусочек звезды из Кремля, я не шучу, да, это рубиновое стекло, и вот именно этот флакон напоминает мне вот цвет вот этого рубинового стекла, вот так вот он открывается, и другие интерпретации Маруси, другую интерпретацию Маруси создал Пьер Динан, я все покажу, потому что стоило, я давно запланировала это видео, хотела рассказать все свои впечатления, что касается этого аромата, то это конечно же бренд Слава Зайцев, который существует с 1992 года, у него есть и другие флаконы в линейке красивые, но этот Маруси это просто что-то, то есть здесь очень богатая пирамида, а кстати Зайцева прозвали во Франции красным диором, наверное вот этот аромат не просто так красного цвета, также у него мама, насколько я знаю зовут Мария, и вот аромат называется Маруси, также у меня этот аромат ассоциируется с матрешкой, именно вот с этим запахом древесины, матрешки, именно лака и древесины, но здесь пирамида такая интересная, то есть верхние ноты опять же альдегида, цветок апельсина, персик и бергамон, средние ноты гвоздика, цветок, иланг-киланг, тубероза даже есть, гелиотроп, ирис, жасмин, роза, орхидея, ландыш, базовые ноты цибетин, сандал, амбра, бензоин, аромат бабушкин сундук, старое дерево, кому что мерещится, кто-то даже чувствует здесь оливку, мне по-разному, иногда пахнет каким-то концентрированным амаретто или настойкой из абрикосовых косточек, после нанесения похож на пряники с медом и специями, все это можно себе нарисовать, читала также, что этот аромат отвоевал 5% от всей прибыли парфюмерии в мире, ну и вообще, я считаю, что вот если хочется иметь вот в своей коллекции русский дух бани, также вот корочки хлеба ржанова, я может быть когда-нибудь почувствую эту ноту, потому что многие люди чувствуют здесь корочку хлеба ржанова, я еще нет, веники, но веники можно нарисовать, также этот аромат очень хорошо подходит для холодной погоды, то есть это лакированные деревяшки, запах домика в деревне, также кому-то мерещится здесь банна, плюс дегтярное мыло, также в нем есть какие-то сливочные деревяшки, причем я их сразу не распознала, вот за это я его и люблю, ради этого и купила, и ради флакона, и ради вот этого теплого, уютного спокойствия, ну и конечно же, посмотрите, какое тяжелое рубиновое стекло, сразу взяла 100 миллилитров, хотя я редко беру такие большие флаконы, но ради вот этой вот горьковато-влажной молочной реки, кисельных берегов, калинового моста, а также этого рубинового стекла, стоит его иметь в своей коллекции, он прекрасен с ног до головы и внутри. Переходим к моему холодному принцу, это конечно же кориандр, туалетная вода, долго думала, прежде чем его приобрести, и окончательное решение я приняла, когда узнала, что флакон создал Пьер Динам. Это мой холодный принц, он такой притягательный, но он такой холодный, кориандр Жан Кутюрье, то есть бренд Жан Кутюрье очень интересный, существует с 1973 года, вот это интеллект во флаконе, да, вот он так поскрипывает, вот такой вот малахид здесь, это резина, насколько я знаю, но мне все нравится, кому-то колпачок не нравится, но вот запоминающийся, тем более у меня в коллекции нет ювелирных изделий с малахидом, а тут такой флакон феноменальный, вот именно мне в таком исполнении нравится, кстати, создатель вот этого парфюмерной композиции здесь три, и что касается пирамиды, то это вот классика жанра, верхние ноты кориандр, конечно же, и название кориандр, альдегиды, ангелика, бергамот, цветок апельсина, средние ноты это розы, герань, корень фиалки, ирис, иланки-ланк, лилии, жасмин, и базовые ноты дубовый, мох, ветивер, пачу, лицебетин, мускус и сандал. Красивый шипар такой вот старой школы, пряный, теплый одновременно, хоть я его и прозвала именно холодным принцем, терпкий, но не тяжелый, такой абсолютный унисекс. Да, это аромат старой школы, но сейчас это в моде, мягкий такой, нежный, вуальный, мох и пачули я здесь вычленяю, фоном махровость, хризантем, и совсем мягкая, такая легкая фруктовость наблюдается, лес после дождя, и холодный, влажный мох, и все это ассоциируется вот именно с этим феноменальным флаконом, и упаковка у него красивая, вот эта коробочка, не поленюсь, достану, вот коробочка, ну разве это не шедевр, вот это вот сразу отпечатывается, это действительно аромат и флакон сай-кью, да, люблю этот аромат из-за вот этого вот оформления, из-за лаконичного ледяного звучания зелени, аромат состояния ясной, такой звонкой головы, и одновременно песня синий, скромный платочек, такой ретро, очень тонкая, и очень грустная, но притягательная. А теперь вместе с этими флаконами переходим к то, к чему я шла, я очень долго старалась, и вот они, 505 флаконов Пьера Динана под музыку. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я снимала, снимала и заметила, что я с вами не попрощалась, поэтому вместе с этим флаконом, мадам Раша, я хочу вам сказать спасибо за просмотр, за ваши комментарии и надеюсь, что это видео принесло вам удовольствие и вы досмотрели его до конца. Кто досмотрел до конца, пожалуйста, скажите мне, оповестите каким-нибудь смайликом, каким-то значком, мне будет безумно приятно. Просто вот прошу лично, чтобы я поняла, что я не зря делала это видео. Спасибо вам огромное. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok